Село-остров имеет древнюю историю. Несколько столетий назад здесь были имения графа Орлова. Некоторые постройки сохранились и по сей день. В бывшей усадебной конюшне до революции располагалась богодельня Угрежского монастыря, а с приходом советской власти там расселили психоневрологический интернат. Более чем для ста женщин это постоянное место жительства. Здесь тихо и уютно. Вокруг необыкновенные пейзажи, во дворе аккуратные газоны, декоративные кустарники и клумбы с цветами. Все сами делаем. Собираем семена, потом весной сажаем цветы по-новому. Прикапываем, потом сажаем. Однако всю красоту портит забор, расположенный по периметру здания. Год назад руководство интерната решило добавить ярких красок в жизнь пациентов и вышло с предложением раскрасить серые стены. Первым художником стал звонарь местной церкви Валерий Павлович. Он изобразил живописную местность, которая окружает интернат. Поэтому мы здесь видим рысаков, орловских, также мы видим Москварику и корабли, плывущие по ней. Далее его сменили пациенты, а теперь это дело продолжат и волонтеры. В управлении соцзащиты Ленинского района идею поддержали, и дело это решили продолжить. Андрей Евгеньевич Миков выступил с инициативой, значит, и под девизом «Мир без границ» пригласил наших коллег, то есть Филимонковский детский дом, сюда, у которых уже есть опыт такой работы, значит, сгладить, убрать это серое пятно из жизни проживающих. Юная художница Светлана уже принимала участие в росписи территории своего детского дома и знает, как можно преобразить пространство вокруг себя. Поэтому она с радостью приехала поучаствовать в акции. Я люблю очень нарисовать это пижажи, деревья, речки, там еще облака. Наставники из художественной мастерской предложили на выбор несколько эскизов. Но дети очень символично выбрали картинку, где был изображен дом, как символ того, чего лишены жители интерната. Приступили к работе. Бывшие выпускники детского дома присоединились к росписи, а остальные с любопытством следили за процессом. Для меня такое ощущение, как будто я где-то на небесах. Красиво, мне нравится вот жар птица, птицы, конь. Наблюдая за работой волонтеров, было видно, что ребята не только получают удовольствие от занятий любимым делом, но и от того, что могут помогать другим. Это очень важно. Мы стараемся в них воспитывать чувство социальной ответственности, потому что мы надеемся на то, что когда они станут старше, они смогут жить и работать. На примере этих ребят из детского дома понимаешь, что совершать добрые поступки может каждый. Задумайтесь, а чем и кому можете помочь именно вы? Кстати, забор в интернате длиной в 1076 метров. Так что работы хватит на всех. Елена Бабина, Владимир Бижонов, Екатерина Чернышева, Видное ТВ.